Социально-экономическое развитие страны без цифровой трансформации представить невозможно. Таковы реалии современного мира. Цифровые технологии внедряют и используют повсеместно. Это прежде всего позволяет максимально упростить процесс получения госуслуг. В этом плане государству уже удалось достичь весьма больших успехов. Вот какая работа будет продолжена в этом году. Определены такие приоритетные блоки, как организация и строительство государственного центра обработки данных, обеспечение качественным и гарантированной интернет-связью, улучшение и увеличение количества электронных государственных услуг, муниципальных услуг. До конца года являются приоритетными. Это социальный блок, блок здравоохранения, блок образования, где все наши проекты, которые на сегодняшний день уже реализованы, это умная школа, это электронная медицинская карта, это санари-паймак. Они должны быть до конца года доведены до логического завершения. На данном этапе необходимо повсеместно внедрять электронное взаимодействие между государством и гражданами. И взаимодействие это для кыргызстанцев должно стать максимально понятным, удобным и комфортным. Сейчас важно только увеличивать темпы цифровой трансформации страны. Соответствующий указ глава государства подписал в минувшую среду. Был издан указ президента о создании наблюдательного совета. Данный наблюдательный совет в первую очередь будет заниматься координацией тех цифровых проектов, которые внедряются в различных ветвях власти. Тундук в этом направлении также продолжает работу. И в ближайшее время мы сейчас работаем над комплексными услугами. Например, если гражданам раньше необходимо было, допустим, при рождении ребенка получить справку о рождении и потом обращаться в органы регистрации, в ЗАГСы, то сейчас мы прорабатываем возможность, чтобы при рождении ребенка сразу автоматически данные из Министерства здравоохранения переходили в ЗАГС и там уже начинали процедуры регистрации ребенка. За счет полной автоматизации процесса предоставления госуслуг исключается и человеческий фактор. А значит, и коррупционные проявления сходят на нет. А вот эффективность работы министерств, ведомств и органов местного самоуправления только повышается. А я Надюшикеева, Эсентурабыкеев, Аллато 24.